Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Меньше тратить, больше получать. При этом, может, других там меньше, чтобы задевать там и так далее. Я думаю, что у вас за плечами богатый опыт в плане проведения подобных семинаров. Я бы хотела услышать ваше мнение о семинаре, который проходит вот сейчас. Ну, с моей точки зрения, в принципе, семинар еще не закончился, но по сравнению с другими семинарами, если учитывать, что континент разный, возраст разный от детей до женщин преклонного возраста, ну, в принципе, вполне нормально, я считаю. Пока нормально. А ваше мнение? Ну, я тоже считаю, что пока рано говорить. На каждом семинаре бывает что-то новое, что мы потом включаем в программы, проводим на других семинарах. Пока здесь чего-то такого, ну, скажем, необычного совсем не было, вот, в плане научной работы, скажем так. Ну, все впереди. А так все идет пока нормально. А что Вы могли бы сказать тем людям, которые недопонимают то, что происходит на семинаре и, ну, так скажем, обзывают всех семинаристов сектантами? Да это нормальная ситуация, по-моему, это тянется со времен, как говорится, царя Гороха, и даже раньше, да? Это называется инакомыслящее. Попросту, мне их жалко немножко, таких людей, которые обзываются, не разобравшись вообще в чем-либо. Потому что они на инквизицию очень похожи, вот, на инквизицию, которую Джордана Бруно, помните, сожгла. Вот, то есть, ясно, что все знать невозможно, вот, но чтобы что-то ахаивать, ругать, критиковать, ну, для начала надо просто разобраться, чтобы не быть похожим на инквизицию. Она же не захотела разбираться в фактах, которые были у Джордана Бруно, правда? Просто его взгляды не вписывались в их систему взглядов, представления о мире. Куда его отправили? На костер. Ну, нравится им играть в эти игры? Ну, пусть играют. А мы будем с Джордана Бруно играть. Хотя мы играем в другое немножко. Спасибо. Вот для многих людей, они, ну, думают, считают ноги вас колдунами, там, экстрасенсами, считают, что вы, допустим, можете снимать информацию, там, чувствовать энергетику. Вот, я думаю, что многих из них интересует, что вы ощущаете в плане Барнаула? Вот что, вот Барнаул какой он? Барнаульцы? Теплый, холодный, доброжелательный? Ну, это ваше чистое ощущение. Ну, насчет колдунов, там, и так далее. Мы просто знаем, может быть, чуть больше, чем другие. Ну, наверное, меньше, чем еще там кто-то. Люди же все разные. Во все времена были люди грамотные и тупые, извините за выражение, как в прошлом, так и сейчас. Отвечать на вопрос про Барнаул в целом, мне кажется, даже несколько бессмысленно, потому что здесь очень много разных людей. Когда говорят, Россия дала миру Пушкина, это немножко смешно, потому что это сделали конкретные мама, папа, там, конкретные люди. А не вся Россия в целом. И мои заслуги, допустим, в том, что у России Пушкин появился, никакой нет. Вот. И в этом смысле говорить про весь город Барнаул, ну, просто кажется, бессмысленно. Здесь есть разные люди. Нам повезло, что на семинаре собрались разные люди, кстати говоря. Разные, очень по взгляду. И среди них есть как раз такие, которые вот и на семинары, и на нас вначале смотрели так, типа, дескать, что-то вы не то делаете, не так говорите и так далее. А сейчас мы просто лучше друг друга понимаем. Это радует. Скажите, пожалуйста, последний вопрос. Когда вы посетите Барнаул еще, если так это планируется? Ну, в принципе, планируем где-то через полгодика. Возможно. То есть у нас есть планы определенные посетить многие места. Ездим на Колыму еще, в Заполярье. У нас много еще ездим, давно уже не были. И, наверное, потом снова сюда. Спасибо большое. Подождите. Представьтесь, пожалуйста. Я Моисеенко Вера Константиновна. В общем-то, уже пенсионерка. Будем прямо говорить, не будем скрывать свой возраст. Долго думала, стоит ли мне попадать на этот семинар или не стоит. Ну, и когда подумала, решила, нечего мне в старости на пенсии гулять. Нужно, ну, как-то в какой-то мере омоложаться. В полном смысле этого слова. Не надо есть таблеток, не надо. А надо вот естественным путем. Ну, и я уже так немножко до этого занималась, вроде как, самооздоровлением. Ну, побывала вот у Семеновой побывала, побывала в Барнаульском санатории, там, в уникальной школе здоровья у Лапуги. И вот первый раз сюда. Конечно, вот эти круглосуточные занятия, они, ну, вроде как тяжелый марафон. И тем не менее, легкость необыкновенная. Когда мы занимались в динамике сначала полтора часа, а потом уже три часа, и все в движении. И бег, ну, не знаю, кто вот в моем возрасте уже может три часа вот такого упорного бега, скажем, или упорного. Но это можно сравнить с трехчасовым лыжным марафоном. Вот, домократы. А ничего. Потому что вот люди научили, то есть наши гости из Москвы научили нас делать все это в таком состоянии, когда будешь только, ну, не будешь чувствовать вот этой усталости, не будешь чувствовать тяжести. А такая легкость. Я просто удивилась. Я себя не узнаю. Ну, конечно, вот, как и предупредил, он же доктор Аркадий Николаевич. Он сказал, что что-то где-то появятся, какие-то старые болячки. Ну, я знаю, они у меня там обострились. Ну, я потом скажу своему подсознанию, чтобы они ушли от меня. Они наверняка уйдут. Я дам им твердую такую установку. Ну, и как-то, знаете, вот скованная была. Вот как-то я стеснялась, вот, ну, даже поплакать хорошо стеснялась. То есть выразить свои эмоции. А здесь научили вот раскрепощаться, научили. Вот мы проводили такое занятие на этом марафоне. И сказали, хочешь плакать, плачь. Хочешь кричать, кричи. И я когда покричала, вот взяла и покричала, как мне хотелось кричать. У меня голова просветлела. Наверное, это, ну, не зря, а мы все ходим, вот, боимся лишний раз в сторону двинуться. Ну, я думаю, что я, наверное, будет следующий такой семинар, обязательно приеду. И думаю, что вот нам надо и организаторам сказать спасибо. И что нас вот таких вот хорошо убеждают, что вам это надо. Ну, а этим нашим, ну, Андрюше с Аркашей, ну, прям большой привет. Благодать мы тут найдем, я тоже думаю. И некоторые, если думают, что мы вот вроде как у нас немножко, мы, как сказать, повертываться стали, то повертываться мы стали в правильную сторону, в хорошую сторону. А может быть, они так думают, потому что недопонимают? Ну, естественно, естественно. Я даже своими родными не могу. Они меня как-то пока не понимают. Говорят, тебе зачем надо? Да ты сиди дома, вот, с кастрюлями, вот. А я не хочу. Я хочу и с кастрюлями, и у меня вот так я буду все охватывать. Спасибо. И оставаться самое-самое главное, самое лучшее. Представьтесь, пожалуйста. Козлова Людмила Николаевна. Скажите, вы на семинаре первый раз или нет? Нет, я была уже на нескольких, вернее, на четвертый мой семинар у Андрея Николаевича. Вот я слышала от некоторых семинаристов, что существует такое мнение, если человек побывал уже один раз на семинаре, то он не сможет уже, чтобы не прийти еще. Действительно ли это так, и почему это так? Ну, сказать, что не сможет совсем, это неверно, я думаю. Но тяга такая остается, потому что здесь настолько интересно, настолько разнообразная жизнь, настолько она деятельная, событийная, как мы говорим, сжатая, что, побывав здесь вот 9 дней на семинаре, кажется, проходит месяц, а то, может быть, и больше. И тяга остается так на всю жизнь. Может быть, кто-то и финансово, может, кто-то и по другим семейным причинам не сможет поехать. Но желание побывать еще раз на этих семинарах, я думаю, есть у всех. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Доводинка Наталья Николаевна. Я Ницкая Ольга Анатольевна. На семинаре, я так поняла, не первый раз. Нет, мы не первый раз. Расскажите, вот бывают ли семинары, кожи один на другой? Нет, все семинары абсолютно разные, и все равно какая-то тематика меняется. Даже название может быть одно, а какие-то нюансы... Что-то человек берет каждый раз новое для себя. То есть, действительно, такое выражение, значит, оно верно, что человек, если пришел на семинар, он обязательно потом еще раз придет. Да, он обязательно приедет, потому что это островок в нашем неустроенном мире, где всегда можно получить конкретную и реальную помощь. А вы сами барнаульцы? Нет, я из Новокузнецка. То есть, вы специально из Новокузнецка ехали сюда, узнали о семинаре? Да. Это замечательно. Скажите, у вас в этот раз какие-то, что-то новое появилось, какие-то ощущения? Вот отличается ли этот семинар от предыдущих для вас? Для меня, конечно. Во-первых, познаешь все время что-то новое, как уже сказала девушка. И потом я каждый раз закрепляю то, что было, уже старое. Например, вот если я спросила бы вас, для чего? Хотели бы вы пройти по раскаленным углям? Как бы, хотели бы или не хотели? Не знаю. А я когда узнала, что здесь занимаются и этим, просто мне хотелось познать себя. Узнать, способна ли я на это. Потому что я люблю такие рискованные ситуации, экстремальные ситуации. И хочу всегда побеждать себя в таких ситуациях. И когда я узнала, что вот здесь не только занимаются теорией, но еще вот такой конкретной практикой, а я массажистка, и мне нужно было, как у нас говорят здесь, быть чистой энергетически. А здесь занимаются именно этим. Потому что человек так со стороны, вот он не может заставить себя, например, преодолеть такой вот страх. Пройти по раскаленным углям, пройти по острому стеклу. А это могут делать люди только чистые и духовно, и физически. И вот нас здесь этому учат. А поскольку я повторяю, что я занимаюсь в последнее время массажем, то мне нужны чистые руки. И от бока, чтобы что-то... Как бы я проводник, понимаете? Это, конечно, может быть, слишком много на себя беру. Но я сама не могу ничего сделать без космических сил, без помощи. И когда я беру человека, то я уже знаю, где у него больно. Вот именно такая развивается чувствительность повышенная. И мы занимаемся тренировкой этой чувствительности. То есть, как бы, вот именно чистим свой организм. Ну и для себя тоже очень много конкретно. Например, вот я уже пенсионерка, прилично. Но мне уже много лет. Вам не скажут. Ну вот, практически 60 скоро будет. И я на больничных листах я не была. Я не помню вообще. Я на учете врача не состою. Чувствую себя прекрасно. Вы на каком семинаре? Я уже, наверное, на пятом семинаре. Начала я у Мансуровой заниматься. Там давали азы саморегуляции. Сами первые такие навыки. А постепенно все усложняется здесь. Есть лекции такие, что надо найти, иметь хорошую... А что Вы можете сказать о педагогах, которые... Ну, педагоги-то вообще какие-то люди от Бога. Вот даже внешне. Посмотришь вот на нашего Аркадия Николаевича. Он врач, ему уже лет прилично, но он выглядит просто юным мальчиком. И он делает просто фантастические какие-то действия. Вот вчера, например, он с закрытыми глазами преодолевал препятствия. Вот буквально на расстоянии метра он чувствует эту преграду. Он то ногу перебросит, то подползет. Ему уже никак не могли ее поймать. Вот он такие вещи делает. В очередь он видит с закрытыми глазами. Да, он видит с закрытыми глазами. Ну вот и мы стремимся. Хотя бы не видит, но чувствовать вот человека, его энергию выделяемую. И ловить ее вот при помощи таких вот упражнений, которые мы тут все совершаем. Вот мы сейчас находимся в лесной поляне, вот здесь профилакторией. Многих раздражают наше присутствие. Они не могут понять, чем мы там занимаемся. Ну, я и говорю, это значит, что... Это, я говорю, муть голубая. Сегодня мы сказали уже. Ну, пожалуйста. Пожалуйста, скажите свое мнение о том, что проходит сегодня здесь. Где, вот здесь? Да. Семинар проходит у них. Ну, я откуда знаю? Ну, так, со стороны, может быть, мнение вы слышали ваших, ну, тех, кто с вами отдыхает? Ну, как они рассказывают, так может быть и какая-то польза. Кто его знает? А так, со стороны, на что это похоже? Ну, если они собираются конференции, на что похоже? Ну, я не знаю, что-то изучают. Они говорят. Что-то изучают. Не знаю. Спасибо. А ваше мнение, вот вы наблюдаете, может быть, не слышите? Скажите, вот, может быть, вы слышали от своих друзей, вот, кто с вами здесь отдыхает, вот, мнение о том, чем занимаются сегодня они. Вот как вы думаете? Ой, Криширил. А? Как вы думаете, чем они занимаются? Ну, я вот лично думаю, если вот польза вам, есть польза для вас, вот, семинара? Ну, не для нас, мы с телевидения, а для них. Ну, для телевидения, но для телевидения никого, вот это показывает. Нет, вот для них, как вы думаете, есть польза для вас? Для кого для них? Для людей. Ну, если, я не знаю, есть, нет, ну, по-моему, есть какая-то, раз занимается. А если мне занимались, наверное, не было пользы, они не занимались. А вот со стороны, чем они занимаются, расскажите. А вот со стороны, я никак не пойму. А что они делают? Ну, как что делают? Кого-то кружатся, падают. Ну, я не знаю, наверное, такое занятие у них, наверное, так положено быть. Спасибо. Скажите, вот, а что они делают? Как вы думаете? Ну, в смысле, вы видели? Ну, вот шла она, руки подняла. Ну, расслабляется лишь то. Там то, это, вместе кружатся, да? Ну, что еще, я не знаю. Больше я не видела. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вы видели, вот сейчас здесь проходит семинар, молодые люди. Скажите, пожалуйста, чем они здесь занимаются, вы видели? Ну, играют. Что-то... Как они играют? Танцуют, поют. Ну, они где? На улице прямо, что ли? На улице. Видел, вот, в рощи-то. Что они, зачем они здесь? Ну-ка, еще раз скажите. Я говорю, они бы хоть нам рассказали, что они, зачем они здесь, мы бы хоть знали. А то откуда мы знаем? Чем они занялись? Абсолютно. Это, знаете, что? Значит, мы вообще удивляемся, вот, что они тут это делают. А что они делают, скажите? А, черт их знает. Ну, вот вы видите же, что ли? Станут гуськом. Вот, и показать им, как они сами. Значит, вот так вот. Вчера встали. Так, и пошли. Да, вот так вот прошли. Вон туда пошли. А потом ночью что-то они бродят. А чего они бродят? Ну, они громко себе или тихо? Нет, и особенно, значит, это, хвалить их не будем. Орут на весь свет. Да, орут. На весь свет. Вот, теперь, значит, туалеты тут, это, значит, да, вот тут. А расскажите, пожалуйста, чем они занимаются? Как вы видели? Я вообще не выхожу отсюда, но слышу дикий возраст. Это возраст. На весь лес даже здесь слышно. Ну-ка, еще реально. Не надо. Не надо. Как вы думаете, зачем они это делают? Не знаю, не знаю. Знаете, что я вот что скажу. Что если, допустим, значит, есть какие-то, значит, ну, физические упражнения, значит, полезные, значит, вот, которые продлевают жизнь, значит, ну, как-то на организм, значит, чтобы это понятно было, ну, это другое дело, значит. А у них все, знаете что, у них все поставлено на каком-то, знаете, вроде, ну, как сказать, на каком-то таинстве, что ли. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...